МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. В студии Екатерина Дубровина. Сегодня вы увидите. Портал обратной связи. Работа Ивантеевского центра управления регионом признана лучшей в области. Только глаза напротив. Рейды по соблюдению масочного режима продолжаются. НЛО на детской площадке. Музыкальное образование в Ивантеевке начинается с улицы. Об этих и других новостях прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам 2020 года муниципальный цур Ивантеевки признан лучшим среди всех городов Подмосковья. Такого результата удалось достичь благодаря выверенной и ответственной работе с обращениями жителей. Как это удается, выясняла наша съемочная группа, побывавшая в самом сердце муниципального цура. От 70 и выше столько обращений от жителей истекается еженедельно в муниципальный центр управления регионом. На прошлой неделе заявок было в два раза больше. 140. Всё из-за погоды. Где и как убирали снег управляющие компании и дорожные службы. Всё это на контроле именно здесь. Не считая множества вопросов в других сферах и направлениях, начиная от ЖКХ и завершая социальной политикой. Оценивают цуры городов на областном уровне по нескольким основополагающим критериям. По качеству и количеству обращений. Просроченным, повторным, либо дважды отложенным заявкам от жителей. По итогам 2020 года муниципальный цур Ивантеевки стал лучшим в области. На просроченных мы не допускаем обращения. Все ответы у нас даются в срок сотрудниками. Также дважды отложенных обращений у нас также нет в работе. Потому что если мы пообещали жителю, что работы будут выполнены позднее, соответственно, эти работы мы выполняем. Основной фактор, на который обращают внимание в области – повторное обращение. Если заявитель недоволен полученным ответом и его отклоняет, то муниципальный цур должен отработать ответ таким образом, чтобы вопрос жителя был полностью решен. В таких случаях с заявителем связываются напрямую. В следующем году в ЦУРе намерены реализовать несколько важных проектов. Например, планируют создать специальные мониторинговые группы, которые будут отслеживать возможные проблемные участки. Например, уличное освещение или качество дорожного покрытия. Планы у нас большие. Продолжать свою работу, не снижать темпов. У нас много планов работы с жителями. Мы хотим создать какие-то чаты. Мы хотим больше выходить на контакт. На данный момент в ЦУРе много специализированных программ, с которыми работают сотрудники. Например, проверки Подмосковья. Именно через это приложение всеуправляющие компании города фиксируют качество уборки подъездов и придомовых территорий. Сотрудники ЦУРа ежедневно отслеживают эту информацию и ставят оценку. Далее вся фотография отметка муниципального ЦУРа отправляются в областной. И там уже полностью анализируют совокупность работы как управляющих организаций, так и муниципального ЦУРа. Люди, когда пишут на Добродел, обязательно при ответе на Доброделе на портале им дается обязательно телефон. Это телефон отдела, который, собственно, и будет разбирать вопрос этого человека. Не обязательно после того, как вы получили ответ и не остались удовлетворены им, писать повторное обращение. Телефон, который приложен 100%, даст вам ответ. То есть вы можете позвонить и спросить какие-то моменты, в котором вам обязательно разъяснят, скажут как, что, куда. Мы никогда не отказываемся от этой работы. Так вот, это как бы улучшает и работу в городе именно с людьми. Дает людям понимание, что идет контакт. Именно с администрацией она слышит и пытается понять их вопросы. Соответственно, как бы управляющие компании и все, кто включены в этот вопрос. Портал Добродел – основной интернет-ресурс, куда поступают обращения жителей. За год ивантеевцы направили туда более 3600 заявлений. Еще около 2000 – через единую дежурно-диспетчерскую службу. Стоит отметить, что с 2021 года портал Добродел полностью перейдет на работу для авторизованных пользователей через подтверждение учетной записи. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Анна Белова. Программа «День за днем». По всей Московской области проверки соблюдения масочного режима проходят на постоянной основе. Ивантеевка – не исключение. Роспотребнадзора вместе с сотрудниками полиции и представителями администрации каждую неделю проверяют соблюдение противоэпидемических мер в городских магазинах. Очередной профилактический рейд прошел в мебельном магазине «Поинт», что на Толмачево – 92. Торговый объект инспектирует представители городской администрации, полицейский и Роспотребнадзор. На входе измеряют температуру, предлагают бесплатные маски и дезинфицирующие средства. Продавцы и покупатели соблюдают социальную дистанцию. К каждому дезинфицирующему средству аннотация на русском языке обязательно. Этого требует законодательство. Антисептик сразу заменили. Запас средств, индивидуальные защиты для сотрудников и покупателей имеется. Меряем температуру. Обязательно спрашиваем, какое самочувствие не только у сотрудников, но и у родственников. Также обрабатываем все лестничные перила, двери, ручки, хлорсодержащим средством, полы. У нас идеальная чистота. Также ведем журналы по учету всех этих данных мероприятий. К соблюдению санитарно-эпидемиологических мер нареканий у проверяющих органов нет. Очень приятно было посетить этот торговый центр «Поинт», потому что действительно мы убедились, что в этой торговой организации все меры профилактики по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции соблюдаются в полном объеме. Соблюдение противоэпидемических мер стало еще более актуальным. Не исключено, что масочный режим в регионе усилят, так как в преддверии праздников количество покупателей в магазинах будет расти. Сегодняшняя инспекция показала, что в этот торговый центр можно смело отправляться за безопасными покупками. Уникальная музыкальная детская площадка появилась в Ивантеевке. Ее установили в детском саду номер 13. Какой инструмент, по словам малышей, похож на НЛО? И нравится ли ребятам заниматься музыкой на улице, узнавала наша съемочная группа. Музыкальный хаос превращается в порядок, когда в дело вступает дирижер, а точнее музыкальный руководитель детского сада. Осенью в Ивантеевской улыбке появилась удивительная детская площадка. Музыкальная. Елена Юрьевна мечтала о ней давно. Ведь здесь есть инструменты, которых раньше не то, что дети не видели, но и родители не знали. Например, глюкофон. Когда дети впервые его увидели, они сказали, Елена Юрьевна, это летающие тарелки. Может быть, ночью к нам прилетели инопланетяне? На что я им, как смогла, ответила, ребят, это не летающие тарелки, это инструмент, который придумали люди. Но он очень похож. Мы с вами земляне и придумали этот инструмент. Земные люди такие же, как и мы с вами. Глюкофон сразу стал самым любимым инструментом. Барабаны менее популярны. Их все и так знают. Учатся играть воспитанники улыбки также на тибетском гонге и панфлете. Мне понравился барабан, металлофон, треугольники, колокольчики. На них можно играть любую музыку. Захотите, сыграйте что-нибудь. Только главное с оркестром. Он будет движенной палочкой показывать, что где и какие должны играть инструменты. Оркестр собрали из воспитанников. На морозе обычно не занимаются. Сейчас только палочками, потому что все примерзло. Сейчас получается все равно играть? Да. Покажешь? Дети приходят сюда как на музыкальные занятия, так и просто заглядывают на прогулки с воспитателями. Конечно, это обогатил их кругозор, во-первых. И, во-вторых, конечно, это музыкальное развитие, развитие музыкального слуха и вообще желание музицировать. То есть элементарное музицирование у нас идет в программе детского сада, в музыкальной программе. Но и вот такие новые инструменты, они, конечно, обогащают. Эта музыкальная площадка единственная в городе, но не единственная уникальная в садике. Скоро в улыбке установят еще и космическую. Ведь 2021 год объявлен в России годом космоса. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Анна Белова и ТВ. И к новостям спорта. Спортсмены из Ивантеевки завоевали сразу три золотые медали на первенстве Московской области по боксу. Самому старшему из участников Дмитрию 18 лет. Останавливаться на достигнутом он не планирует и уже стремится к званию международного мастера по боксу. Почему дисциплина бьет класс и о чем думает боец, впервые оказавшись на ринге? Смотрите подробности в нашем сюжете. Удар сыпется один за одним. Прямой в голову, выпад, завязка и добивание. Так молодые боксеры в спортивной школе тренируются каждый день. Среди молодых спортсменов и Дмитрий Бурмистров. В Ивантеевской школе бокса он тренируется 8 лет. В свои 18 он уже заслужил титул двукратного чемпиона Центрального федерального округа, а также несколько раз засветился на соревнованиях всероссийского уровня. На первенстве Московской области среди юниоров он одержал новую победу. Завоевал золотую медаль. Перед каждым боем у многих возникает чувство волнения, даже в какой-то мере страха перед противником, перед самим рингом и зрителями. И когда выходишь в ринг, все эти чувства как бы угасают, и у тебя возникает только желание победить. Золотые медали смогли завоевать еще два воспитанника спортивной школы. У каждого из них разные весовые категории, но желание победить одинаково сильное. Цель. Всегда нужна цель, чтобы стремиться идти вперед. И без этого никак. Самое главное решает настрой. Если хорошо настроиться, то можно отработать. Очень достойно, очень хорошо. Когда вы выходите в ринг, паниковать не стоит, потому что все будет валиться из рук. Я думаю, нужно сохранить голову холодной и всегда слушаться тренера. Тренирует ребят мастер спорта международного класса по боксу Антон Рыжиков. Под его началом в секции занимаются более 90 человек. Самым младшим 10 лет. Одно из главных требований – соблюдение дисциплины в зале. У нас есть такая поговорка – дисциплина бьет класс. И, то есть, который боксер дисциплинированный, он всегда выиграет того, кто более техничный, более такой одаренный, но разгильдей. И, соответственно, дисциплина, конечно, бьет класс. И стараемся ребятам тоже это прививать. Спортсмены уже готовятся к открытому городскому турниру «Снежинка». Соревнования пройдут 31 января и 1 февраля в Ивантеевке. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова и ТВ. В пятницу днем около нуля. Вечером и ночью похолодает. Минус 2, минус 4 и небольшой снег. Будьте осторожны. На дорогах возможно образование гололедицы. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Смотрите завтра итоговое обозрение. Всего вам доброго и до встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!